Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Мы все спасибо скажем правительству, что решено не показывать в России Макроновскую Олимпиаду. Есть такое выражение, глаза бы мои это не видели. И вот оно в точности про то, что будет твориться в Париже в самое ближайшее время. Причем дело даже не в наших атлетах. Хотя тех, кто решил ехать, мы поздравляем, они здоров влипли. Но тут пришли кадры с репетицией церемонии открытия Олимпийских игр, если только их все еще стоит писать с большой буквы после всего. И там такие кадры, что детей, как говорится, и беременных женщин просим отойти от экранов. Достаточно сказать, что открывать игры и зажигать Олимпийский огонь будет. Транс. Да-да, тот самый, именно в этом смысле слова. В Европе давно уже есть рецепт, если велика вероятность облажаться, зови меньшинства. И когда все закончится полным позорища, как и ожидалось, то ты сможешь сказать, что критиковать нельзя, потому что там же участвовали святые люди, непогрешимые, не подлежащие никакой критике. У вас что, мол, совести нет? Вот Макрон и решил приподнять, так сказать, уровень своей Олимпиады. Они не только атлетов в грязи искупают в прямом смысле слова, то есть сений, куда даже их министр спорта рискнула только в непроницаемом скафандре. Они еще и на высоту шпилек это все решили поднять. Факел понесет 34-летний или 34-летняя, мы не знаем, как тут правильно говорить, чтобы никого не обидеть так называемая Дрэк Квинн, чтобы это не значило под сценическим псевдонимом Минима Гести. Интересно, они что, решили Макро Макрону уравновесить Минима Минима Гестой? Впрочем, как говорили в одном фильме, только не надо мне объяснять. А то еще, не дай бог, пойму. Минима Гесту или Геста, мы не в курсе, как это правильно надо склонять, на самом деле зовут Артюр Рино, и в минувшее воскресенье он гордо пронес Олимпийский факел прямо по Парижу на репетиции церемонии открытия. Интересно было бы знать, основатель нынешнего Олимпийского движения, тоже француз, Пьер де Кубертен, вот что бы он сказал по поводу вот этого вот всего, если бы имел сомнительное удовольствие вдруг увидеть. Помнится, жена Макрона очень хотела после пожара Нотр-Дам-де-Паре восстановить его таким образом, чтобы вместо известного шпиля был создан другой известный символ в виде некоего человеческого органа. А точнее, мужского. А когда министр культуры Франции с ужасом отвергла эту идею, Макрон ее уволил. Так вот, интересно, Минима Геста или Гест, это тоже жена Макрон? Или сам Маню додумался? В принципе, идеи примерно равноценные. А тем временем сам главный герой поведал, что он в полном восторге и готов нести знамя, факел и все прочее, что потребуется впредь. Честь нести Олимпийский – это огромный повод для гордости. Выступать перед всем миром, особенно в Париже, городе, который принял меня как трансвестита. Я родом из Тулузы, с юга-запада Франции, и то, что я могу быть таким в Париже – это повод гордиться собой своей ориентацией, потому что я знаю, что показывать себя очень важно. Я обнаружил свою гомосальность слишком поздно, потому что я не видел таких же вокруг себя. Так что я буду нести факел не только как трансвестит, дрэк-квин, но и как Артур. Осталось сказать лишь одно, а точнее, две вещи. Какое же счастье, что все мы вот этого вот не увидим. Честно говоря, нет полной уверенности, а без отмены наших атлетов хватило бы воли нашим властям запретить трансляцию, а то весело было бы по закону – одно, а по телевизору – другое. Мы уже так привыкли к словосочетанию санкций Запада, что для нас это стало нормой. А помните первое ощущение, когда прозападники из всех утюгов вопили, что нас задушат и теперь у нас не будет ни технологий, ни сотовых телефонов, ни машин, ни компьютеров, ни программного обеспечения к ним. И доллар будет за 200, и экспорт-импорт загнется, и во всем виноват. Что-то не слышно больше этой песни. Хотя кто такое, где у нас порой еще пытается напустить скуки и нагнать жути, что у западных санкций еще все впереди, что они нас обязательно дожмут. Что ж подождем. Ждать мы умеем. Наш президент давно всем доказал, что терпение ему не занимать, и нас этому учат, ежедневно показывая пример выдержки и спокойствия. Санкционные пакеты оказались гнилыми. Качеством они явно не блещут. Немецкость окончательно распотрошила немецких производителей и продала все их схемы с потрохами. Выяснилось, что немцы без российского рынка просто сдыхают совсем. У них и так дела, как сажа бела, а тут еще запреты на обычную торговлю своими товарами. Совсем с ума сойти. Чтобы не разориться окончательно, они придумали свои схемы доставки собственных товаров на рынке России. Гонят все, что только могут. Экспорт прет через третьи страны рекой. В этом плане странными прокладками являются Белоруссия, Турция, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Китай, Гонконг. Чтобы окончательно отвести от себя все подозрения, немцы осуществляют отгрузку своих товаров с территории Польши. Хитро придумано. Якобы поляки, которых вообще сложно заподозрить в симпатиях к России, отгружают товары в Гонконг, Турцию или Китай и везут их в Белоруссию. После пересечения белорусско-польской границы товар декларируют вновь. Покупателем уже выступает российская компания, а продавцом – компания из Гонконга или таможенная статистика больше не показывает, что товар прибыл из Западной Европы. Понятно, что до Гонконга товар никогда не доедет и пунктом его назначения будет любой российский город, где его просто примут и растаможат. И так работают большинство заводов ФРГ, которые еще хотят выжить. Но как при этих схемах красиво бьют себя в грудь немецкие политики, которые каждый раз выступают за новые и новые санкции? Рьяные ребятки делают вид, что совершенно не в курсе проводимых торговых схем. Однако ст четко прописывает, что в курсе все, все, кто в этом участвует, знают об этом таможенники, транспортные компании, а также западноевропейские экспортеры. Все хотят продолжать зарабатывать деньги. Так что с политической точки зрения санкции существуют только на бумаге. Так и есть. Немцы не хотят становиться заложниками политических игр своего руководства. Они прекрасно видят, что бизнес всей их жизни летит в трубу. В ту же трубу летит их благополучие. Однозначно можно говорить о том, что они при всей их нелюбви к России не хотят сами помирать. Поэтому готовы торговать до последнего. Пока есть хоть малейшая возможность, которую можно использовать для заработка, они будут ею пользоваться. Владимир Путин прекрасно осведомлен о том, что бизнес пытается наладить мостики для своих товаров. И если эта продукция нам интересна, то она попадает в списки параллельного импорта. А там уже обеспечивается зеленый свет со стороны России. Все остальное немцы могут оставить себе. Например, те же автомобили сегодня уже не так востребованы на российском рынке. Появились китайские авто, которые ничем не уступают немецкому качеству, а порой уже во многом превосходят аналогичные образцы. Любопытно, какие лица были у индусов, когда они поняли, что халявной нефти больше не будет. Россия и Индия – друзья навек. Такие лозунги стали активно декларировать в России после введения санкций. Ведь Запад от нас отвернулся, а поставлять природные ресурсы кому-то надо. И кажется, что Индия выступила в качестве надежного партнера, подставив надежное плечо в тяжелый момент. Нефть покупает, а американских не боится. Но это лишь на первый взгляд, ведь под отношениями Москвы и Нью-Дели скрывается множество подводных камней. Индусы умели дружить еще во времена СССР в годы Советского Союза и Запада, и Индия выступала в качестве нашего надежного партнера. И почему ей не выступать? Руководство СССР разбрасывалось ресурсами направо и налево, рассчитывая купить дружбу и преданность. И индийские власти увидели в этом отличную возможность обогатиться. Ведь это сейчас Индия, страна с экономикой, растущей быстрее других в современном мире. А в эпоху СССР она нуждалась в непрерывной поддержке. И Советский Союз ее предоставил. Конечно, средства выделялись в кредит. Но кто сегодня готов безвозмездно помогать? Даже США, будучи партнером Германии или Великобритании, вряд ли согласятся передать пару миллиардов долларов просто в дар. Вот и Индия получала от СССР средства, гарантируя их возврат в скором будущем. И деньги выделялись в советских рублях. Валюта крепкая, надежная. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Советский Союз продержится всего 70 лет. Когда СССР не стало, на мировой арене остался его скромный и немощный правоприемник. Россия получила в наследство не только активы, но и многочисленные долги. Вот только отказываться от своих обязательств в Кремле никто не спешил. А ведь можно было покричать, что это все коммунисты набрали. А мы тут при чем? Спрашивайте свои деньги у Горбачева. Но Россия поступила честно и справедливо, дотошно исполняя обязательства СССР. Жаль, что так поступили не все. Брали в рублях, вот и забирайте за долгие годы сотрудничество между СССР и Ньюделей. Задолженность индийской стороны только росла. В конечном итоге она достигла суммы в 16 миллиардов долларов. Казалось бы, солидная сумма и отдавать ее индийская сторона не торопилась. Да никто ее особенно и не подгонял. Все прекрасно понимали, что долгосрочные кредиты, они на то и долгосрочны, чтобы возвращать их постепенно.